Добрый ранок! Доброе утро, дорогие друзья! Скорее, добрый день суток! Кто где, когда смотрит, я хочу напоминать, что Благодарный фонд Витлога проводит служение раздачи хлеба пенсионерам. Сегодня 8 лютого, лютого, либо подклюка лютого, потому что это февраля, и целый лютый, такой мороз, холодно, так что сегодня придется мне отменять раздачу хлеба на следующие две недели, потому что сильные морозы намечаются, и эти бабушки мне жалко, они замерзнут, они приходят рано, то есть 8-9, я не знаю, когда они приходят, и не хотят, чтобы они еще замерзли, не дай Бог, что-нибудь случится, чем не могут обвинять их. Ну, одним словом, мы едем. Сегодня у нас понедельник, и дякуем Боднаре, всеми Боднаре, штата Вашингтон, город Абур, это брат Михайло, та сестра Наталья. Благодаря их пожертвованиям мы сегодня маем вот такое служение. Мне сегодня помогает Татьяна Юрьевна, Шур, член нашей церкви, ну, она как героин, герой вышла сегодня на ту морозы, на ты морозы. Ну, надеемся все благополучно закинчится с Божьей помощью. Зараз давайте мы смотрим на дорогу, потому что дорога дужа, я кажу, снег, хватает снегу, мороза тоже хватает. Вот зараз будем ехать до наших пенсионеров, может быть, я трошки заранее подключился, но ничего, заодно вы побачьте, что у нас ровно робится. Все район Новуса, мы тут повертаем направо, повертаем направо и будем ехать в сторону автовокзала. Так, проезжаем, проезжаем. Бабушки уже ждут, уже не могут дождаться, когда ветвяка появится. Я не знаю, они будут обрадоваться, что не будем раздавать или будут скучать, я что-то не могу понять. Они такие тоже, боевые бабушки, приходят, надо, не надо, скажешь, они не дивятся, мороз, не мороз, надо прийти, значит, надо прийти. А как собраника уже приходят, уже на пальцах надо считать, сколько людей почули. Так что, ну, вот такое дело. Заразми, у нас светофор. Светофор. Сейчас этот светофор проходит на старость. 17, 16, 15, 14 секунд. Да, друзья, в этом уроке, вроде зимы не было в декабре, так как бы сказать, да, таковых зимей мы не видели, но в феврале, Бог дал знать, что зима моя будет, как зима. Короче, сказали, что здесь будет 40-50 сантиметров вопаду, а там далее, еще морозы здесь 25 градусов намечалось, тоже там подсказывают синоптики. Лучше бы они ошиблись. Ну, але зима есть зима, а что бы хотели? Зимой, что, лето? Это было бы уже аномалия. Поэтому, когда лето в снег идет, мы возмущаемся. А как зимой есть солнце, мы не возмущаемся. О, нормально, ну то где тут нормально? Зима моя будет, зима как зима, вот. Вот зараз сидим, вот ночи бабушки стоят, вот. Вы бачите, мороз, снег. Ну, але я мушу им такую горку новину сообщить. О, тут уже песка степали, я не могу понять. Так что, друзья, будьте готовы. Виде лица. Так, кидай ротация. Татьяна Юрьевна берет аппарат и аккуратно по-хорошему выходит. Когда смалец заберешь? Смалец. Смалец. Смалец? Витаю. Смалец. Смалец. Добрый день! Добрый зимовый день! Это все к лучшему, чтобы мы залишились свежим, сочным и коричным. Но, друзья, напоминаю, что мы будем две недели приглашать, потому что очень сильные морозы сообщаются. И я, вы знаете, не хочу, чтобы кто из вас расступился, поэтому я даже хотел сегодня отменять, но, думаю, люди не знают, придут и будет невзручно. Поэтому я сегодня покупал хлеба, приехал, но запомните, первые две недели обещают сильные морозы, снег, а сидите дома и наблюдайте на ваших компьютерах, что мы делаем. Напоминаю, что сегодня у нас понедельник, благодаря пожертвованию семьи Воднариев. Мы, брат Михайля, сестра Наталья из Белару, в штат Машингтон. Мы имеем такую прекрасную нагоду, что Господь так благословляет, что эти люди жертвовали нам на хлеб, и мы стараемся с Божьей помощью реализоваться, чтобы каждый пенсионер, помощливости, кто приходит к нам, отрывал хлеб. Также семья Миранцы, брат Андрей, сестра Таня, благодаря их пожертвованиям, мы здесь, на этом месте. Я прошу, чтобы все, кто присутствует, мы долго не будем, мы сразу раз помолимся, приступим. Поэтому долго не тримайте. Сегодня мне помогает Татьяна Юрьевна, правильно, и Тамара Степановна. Молодцы, знаете. В школу хорошо учились. А то, что вы собрали, не ходите, это уже погано. Пришли, правда, четыре человека. Сколько было? Пять. Да. Кто был пять? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. И бабушка была. Не было ли? Нет, Юда была, я была, бабушка. Жень была, Тамара была. Да, и бабушка была. А вас бы пришли там домой, да? Молодцы. Пожел я бы нашел. Ену и Евгения. Хорошо, друзья, добрый. Холодно. Я не хочу, чтобы вы просудились. Давайте мы шире помолимся нашему Богу. Творец неба земли, мы тебе благодарим, Господи, даже цей морозный, холодный день, Господь. Такие дадам нам, Боже. Слава тебе, хвала тебе, Боже. Благодарим тебе за мир на Украину, за мир на Украине. Благодарим, Господи, наш город, Господь. Благодарим, керевники нашего города, Боже. Тайна, психи и безмитежная жития, Боже. Благодарим, Господи, каждого пенсионера, кто приходит сюда. Благодарим, мои помощники, Татьяна Юрьевна и Тамара Степановна. Так вот, благодарим тебя за семью Боднарев, Наталью и Михайло, за мир на Циво, Андрея и Таню из Абурна, штат Вашингтон. Мы дякуем за все, Господи. Прошу небесный адрес. Благодарим, Господи, раздача хлеба. Будь с нами и простався наш Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, суши на небесах, нехай святится имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш, суши на небесах, подавай нам на кожный день. И просты нам про вины наши, как и мы прощаем виноватцам нашим. И не веди нас из швакушу, але визвали нас без лукавого. Вот Твое царство и сила и слава. Повеки. Аминь. Хорошо, друзья, приступаем. Так что смело подходим до машины. Татьяна Юрьевна занимает пост. Так, идет раздача, друзья. Хай вас Бог благословит. Так, сильно холодно, друзья. И снег. Так, быстрее взяли. Раз, два. Да, друзья, дуже холодно, холодно, холодно. А, це снег, я думал, песок посыпал. Це снег почистили. Так, житоны вертайте, друзья, потому что потом, что каждый оставит себе житоны, потом у нас не будет, что раздавать. Так, друзья, снег. Холодно. Так, надо мне воротник поднимать, потому что уши попутно замежли. Вот, надо закрыться. Да, я так думал, что, конечно, в нету тепло можно одеться, але я переживаю за всех людей, потому что они же с утра приходят, рано приходят, и, дай Бог, заболеют. Это наше добро превратится на зло, знаете. Поэтому, трошки, я решил, эти морозы, 20 градусов, они, не знаю, как это можно ветром отец. Поэтому, я решил пока отменять, пока эти морозы пройдут. Потом уже весна на носу, и все, все уже. Так что тогда, на бате будет легче. Да, зима, 2021 риг. Что там? О, машина стоит, не едет, а он должен ехать. А он буксует. Ну, поехал, наконец. Да, две тижни. Одну понедельник, Да, третий понедельник, потому что так сообщают, морозы такие сильные. Тамара Степановна сообщит вам, коли будет. Так что, ни на базаре, ни на ювилейном, никто ходит туда-сюда, не ходит. Да, зима, то все. Так, даже не могу говорить, потому что сильный ветер, и рот закрывает снег. Ну, что, друзья, я на этом буду заканчивать, потому что и пальцы замерзли, у меня циркуляция крови очень слабенькая, пальцы замерзли, и хлеб уже все, уже трошки остается. Если пойду машину, заведу, пешка, чтобы люст-панно работать. Всегда в кучу. Ну, позже будем что-то зробить. Так что, оставайтесь с Богом. Дякую вам. Хай вас благословит. Еще раз. Боднариф, thank you very much. Хай Бог вас благословит за ваши бескористные труда, лепту, служение. Хай Бог вам допоможет. Цеперат Михайло и сестра Наталья. Боднариф, штат Вашингтон, город Абур. Мои друзья-миранцы, Таня и Андрей, так уж я вам широ-широ дякую за вашу жертвенность. Хай вам так. Так что, да поможет Бог благословит из города Абурна, тоже штат Вашингтон. Так, и Ступнинский тоже, братцы, сестра Тамада. Дякую вам. Хай вас Бог благословит, Всего доброго. Оставайтесь с Богом. Сегодня с вами были Татьяна Юрьевна, и я, Сан-Ал-Касян, самое наикрасивое, с миром Божиим. Да поможет всем вам Бог. Холодно, с Богом. Выключаем.